В этом видео мы расскажем вам о том, как можно надежно и безопасно укрепить здоровье поджелудочной железы. Но прежде чем мы дадим вам рецепты оздоровления, важно понять, как работает этот особый орган нашего тела. Давайте детально рассмотрим анатомию и функции поджелудочной железы, симптомы нарушения ее работы и возможные последствия. А досмотрев видео до конца, вы узнаете, как изменения в образе жизни и простые натуральные травы могут помочь здоровью этого жизненно важного органа. Поджелудочная железа, строение и функции. Поджелудочная – очень нежная, хрупкая и ранимая, и при этом очень важная железа нашего организма. Она работает как своеобразный настройщик. Ферменты запускают работу печени и кишечника, расщепляют пищу, помогают остальным клеткам усвоить необходимые им вещества. А также поджелудочная железа принимает важное участие в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена. Уже в самом названии поджелудочной железы заложено понятие о ее работе и местоположении. Располагается она между желудком и позвоночником, влево от срединной линии тела человека. Поджелудочная железа выполняет сразу две функции в нашем организме. Внешне секреторную, которая связана с выделением панкреатического сока, содержащего пищеварительные ферменты. И внутренне секреторную, которая производит гормоны. Сверху железа покрыта капсулой, от которой внутрь ткани органа отходят разделительные перегородки, формируя дольки. Клетки, образующие дольки, как раз и вырабатывают те самые пищеварительные ферменты, составляющие основу панкреатического сока. А преимущественно в хвосте железы находятся важные участки со скоплением клеток, синтезирующих гормоны, которые управляют нашим метаболизмом. Эти участки носят название островков Лангерганса. Своё название они получили в честь немецкого ученого Пауля Лангерганса. Исследователь посвятил свою докторскую диссертацию описанию анатомии и гистологии поджелудочной железы. Функции железы распределены неравномерно. Пищеварительный сок вырабатывают примерно 95% ткани органа, а всего 5% выполняет эндокринную функцию. Симптомы и заболевания поджелудочной железы. Проблемы этого органа часто остаются незамеченными до тех пор, пока нарушения не становятся явными и не наносят нам серьезный ущерб. Когда поджелудочная железа не работает должным образом, это может подорвать наше здоровье и благополучие. Симптомы, которые говорят о нарушениях в работе поджелудочной железы. Боли в верхней части живота. Обычно они носят поясной характер и усиливаются после еды. Тошнота и рвота могут быть вызваны нарушениями пищеварения, связанными с недостаточной продукцией пищеварительных ферментов поджелудочной железы. Стеатарея или жирная диарея, вызванная недостаточной продукцией пищеварительных ферментов. Стеатарея может привести к дефициту питательных веществ и потере веса. Необъяснимая потеря веса. Такой симптом может быть связан с нарушениями пищеварения и всасывания питательных веществ. Желтый оттенок кожи и склер, вызванный накоплением билирубина в крови, также может быть связан с нарушениями работы поджелудочной железы. Повышенный уровень сахара в крови. Он может быть связан с недостаточной выработкой поджелудочной железой гормона инсулина, который необходим для регуляции уровня сахара в крови. Увеличение поджелудочной железы. Оно может быть вызвано воспалением, опухолью или другими нарушениями в работе органа. Запоры, боли в животе, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение, мутность сознания. Другие симптомы, которые также могут указывать на неправильную работу этого органа. Не пренебрегайте оздоровлением поджелудочной железы. Нездоровая поджелудочная железа может привести к серьезным последствиям. Вот некоторые из них. Сахарный диабет. Если поджелудочная железа не производит достаточно инсулина, уровень глюкозы будет повышаться, что приведет к развитию сахарного диабета. Хронический панкреатит. Это хроническое воспаление поджелудочной железы, которое может привести к потере функций органа и серьезным осложнениям. Цирроз поджелудочной железы. Это замещение здоровой ткани поджелудочной железы рубцовой тканью, которое может привести к потере функций органа и еще более серьезным последствиям. Рак поджелудочной железы. Это злокачественное новообразование, которое может развиться в поджелудочной железе. Рак поджелудочной железы часто диагностируется на поздних стадиях и имеет плохой прогноз. Своевременное лечение нарушений работы поджелудочной железы может предотвратить развитие серьезных осложнений и улучшить качество жизни. Оздоровление поджелудочной железы. К счастью, существует естественный способ поддержать здоровье как поджелудочной железы, так и всего организма с помощью натуральных трав. Применение трав может улучшить работу органа и даже повернуть вспять начавшиеся в нем изменения. Натуральные травы и лекарственные растения используются для лечения различных заболеваний с древних времен и имеют ряд преимуществ перед синтетическими препаратами. Лекарства могут вызывать множество побочных эффектов, в то время как натуральные травы в большинстве своем безопасны и нетоксичны. Это связано с тем, что травы содержат множество биологически активных веществ, которые действуют комплексно, а не изолировано, как синтетические препараты. Травы более доступны, чем лекарства, и могут быть куплены без рецепта. Кроме того, многие лекарственные травы можно собирать или выращивать самостоятельно, что делает их еще более доступными и дешевыми. Травы помогают не просто убрать симптомы, они воздействуют на причину заболевания. Это связано с тем, что биологически активные вещества растений действуют комплексно и способствуют восстановлению естественного баланса в организме. Многие травы содержат антиоксиданты, витамины и минералы, которые помогают укрепить иммунную систему, защищающую организм от болезней и инфекций. Травы, как правило, имеют более длительный эффект, чем лекарства, так как они действуют мягко и накопительно. Многие лечебные травы можно принимать в течение длительного времени без риска развития привыкания или передозировки. Натуральные травы выращиваются без использования химических удобрений и пестицидов, что делает их экологически чистыми и безопасными для нашего организма и окружающей среды. Травы могут сочетаться с терапией лекарственными средствами, чтобы усилить их эффект или уменьшить возникающие побочные эффекты, например, при химиотерапии. Многие из них обладают уникальными целебными свойствами, которые могут способствовать здоровью поджелудочной железы и улучшению общего состояния организма. Какие же травы можно использовать для оздоровления поджелудочной железы? Ромашка. Это растение оказывает благоприятное воздействие на работу поджелудочной железы, оказывает противовоспалительный, спазмолитический и антиоксидантный эффект. Особой популярностью пользуется чай, приготовленный из листков растения. Сухие листья растения заливают кипятком и настаивают в течение 10-15 минут. Такие травы, как аир, душица, хмель, снимают болевые симптомы. Тысячелистник, пижма, репешок способствуют сокогонному и желчегонному эффекту. Зонтичные травы стимулируют образование панкреатического сока. Липа, сушенница, мальва, матемачиха, алтей, пырей – обволакивающие травы. Они мягко защищают желудок и кишечник. Мята и мелиса снимают тошноту, а отслабительного эффекта поможет избавиться одуванчик. Чай из одуванчиков выводит токсины из поджелудочной железы и восстанавливает поврежденные ткани, одновременно увеличивая выработку желудочного сока. Однако стоит обязательно учитывать индивидуальные особенности организма, чтобы правильно применять такие природные средства, как травы. Натуральные травы и растения обладают огромной силой и помогают даже в очень тяжелых случаях. Они могут принести большую пользу организму, если применять их грамотно, используя не только народную медицину, но и профессиональный подход. А чтобы вы могли научиться грамотному применению трав, приглашаем вас в Клуб природного здоровья Академии Фитоведа. Здесь вы узнаете больше о свойствах целебных трав, о том, как правильно ими пользоваться и как они могут помочь вам поддерживать здоровье. Опытные преподаватели поделятся с вами знаниями о натуральных травах и помогут найти эффективные решения для улучшения здоровья и благополучия не только вашей поджелудочной железы, но и всего организма в целом. Каждый месяц в Клубе посвящен оздоровлению определенной системы организма. Таким образом, за год при поддержке профессионалов вы пройдете полный курс оздоровления, изучите более 60 основных трав, научитесь их собирать, заготавливать, делать из них различные препараты. В Клубе вас ждет не только теория, это и видеозанятия, и мастер-классы, и практические задания, и личное общение. Главная цель и задача Клуба – укрепить ваше здоровье, научив использовать доступные природные методы оздоровления, простым языком рассказывая о них и занимая минимум вашего времени. Создатели Клуба каждый день получают множество отзывов о чудесном формате Клуба и невероятной пользе, которую получают в Клубе его участники. Присоединиться к Клубу вы можете по ссылке в описании к этому видео. Используйте эту возможность, и вы получите дешевый и натуральный способ поддержания здоровья поджелудочной железы и всего организма. Клуб не имеет аналогов в России и мире. Изменение образа жизни. Кроме использования натуральных трав существуют и другие составляющие, которые могут способствовать здоровью поджелудочной железы. Вот некоторые из них. Здоровое питание. Употребляйте пищу, богатую витаминами, минералами и антиоксидантами. В этом вам помогут фрукты и овощи, цельнозерновые продукты и здоровые жиры. Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара, жиров и обработанных продуктов. Физические упражнения. Выполнение регулярных физических упражнений будет способствовать здоровью поджелудочной железы и всего организма. Отказ от курения и употребления алкоголя. Курение и употребление алкоголя наносят серьезный ущерб поджелудочной железе, поэтому отказ от них поможет вам сохранить здоровье органа и продлить жизнь. Контроль веса. Избыточный вес может способствовать развитию заболеваний поджелудочной железы, поэтому важно вовремя предпринять меры по его снижению. Здоровая поджелудочная железа – залог здоровья всего организма. Вовремя позаботьтесь о ней, чтобы не пришлось иметь дело с серьезными последствиями, ведь всегда проще заранее поддерживать здоровье, чем потом лечиться. Сила натуральных трав, здоровый образ жизни и регулярные медицинские осмотры помогут вам поддерживать здоровье поджелудочной железы и всего организма на высоте. А знания профессионалов в области природной медицины помогут вам научиться грамотно и эффективно применять травы и другие методы природной медицины. Присоединяйтесь к Клубу природного здоровья Академии Фитоведа и начните свой путь к здоровому и счастливому будущему.